Ли звонит в полицию, чтобы сообщить, что автобус сейчас взорвется. Затем мы видим, как автобус номер 45 взрывается прямо посреди перекрестка. Затем Ли просыпается в автобусе номер 45 рядом с Джао и тяжело дышит, поэтому Джао предлагает ей салфетку. Ли смотрит на него, а затем начинает кричать, что Джао приставал к ней. Сбитый с толку Джао пытается оправдаться, но все в автобусе начинают осуждать его поведение. Затем Ли просит водителя автобуса развернуться и ехать в полицейский участок, но остальные пассажиры говорят ей, что она должна подождать, так как на следующей остановке как раз и будет полицейский участок, и тогда она умоляет водителя просто выпустить ее. Водитель останавливается и выпускает девушку. Тогда Ли просит кого-нибудь пойти с ней в качестве свидетеля, но когда все отказываются, она вытаскивает на улице Джао и говорит ему, что он пойдет с ней. После того, как автобус отъезжает, Ли извиняется перед Джао и идет пешком. Но Джао злится на Ли, вызывает такси и едет дальше. Ли достает телефон и пытается позвонить маме, но слышит громкий хлопок, который останавливает ее. Затем ее сбивает мотоцикл, и она просыпается в больнице с сотрясением мозга. Ее отвозят в палату, и по пути она видит, как умирающего Джао везут по коридору больницы. Капитан Джан прибывает на место взрыва и обнаруживает, что все в автобусе мертвы. Затем с камер видеонаблюдения он видит, как Ли Джао выходит из автобуса прямо перед тем, как он взорвался. Поэтому он посылает детектива Чанга поговорить с Ли. Чанг приходит в палату Ли и спрашивает ее, почему она вышла из автобуса. Но Ли никак не может этого вспомнить, и сначала отвечает, что ей нужна была срочная медицинская помощь. А затем она уточняет, что кто-то пытался приставать к ней. Ее история звучит очень сомнительно, поэтому детектив Чанг начинает подозревать девушку в произошедшем, но как раз в этот момент капитан Джан приходит в ее комнату и решает сам провести допрос. Внезапно Ли все вспоминает и начинает рассказывать капитану, что произошло в тот день, когда она поехала на автобусе в книжный магазин. Она села рядом с Джао, но быстро заснула, а затем услышала телефонный звонок, который разбудил ее. Но когда она открыла глаза, то увидела яркий свет, который обжигал ее лицо. Девушка решила, что это был лишь сон, но она снова слышит телефонный звонок, и на этот раз она видит, как взрывается автобус. Затем она снова просыпается в автобусе, но на этот раз она сильно волнуется и понимает, что она умирала снова и снова. Итак, она пытается выбраться из этого автобуса силой, но это не срабатывает, и автобус снова взрывается. Затем она пытается в четвертый и пятый раз, заявляя о неотложной медицинской помощи, но это опять не срабатывает, так как ей верит только Джао. Но на этот раз она отчетливо видела, как взорвался автобус. Ли рассказывает капитану Джану, что автобус ехал очень быстро, когда перед ним оказался мотоцикл. Водитель автобуса резко повернул руль, но врезался прямо в цистерну с нефтью, после чего последовал мощный взрыв. При шестом пробуждении Ли притворяется, что к ней приставал сосед, чтобы выйти из автобуса, и она забирает с собой Джао, чтобы спасти его. Но это не сработало, так как Джао все равно в итоге пострадал. Выслушав эту странную историю, капитан Джан, конечно, не верит девушке и почти сразу получает сообщение о смерти Джао. Врачи пытались спасти его жизнь, но все оказалось тщетно. Внезапно Ли снова просыпается в автобусе и вытаскивает Джао на улицу. А затем парень садится в такси, который останавливается на красный сигнал светофора. Оказывается, мотоциклом управляет курьер, который опаздывает на доставку, отвлекается на свой телефон и попадает в аварию, в результате которой взрываются автобус и такси. После того, как парень умирает в больнице, Джао просыпается рядом с Ли и внезапно спрашивает ее, не встречались ли они раньше. Тогда Ли сразу понимает, что они вместе с Джао застряли в одной временной петле. Ли пытается разобраться в ситуации и спрашивает Джао, помнит ли он, что с ними произошло. Но он оказывается слишком напуган, чтобы разговаривать с ней, и пытается выйти из автобуса. Но это не помогает, и автобус снова взрывается. Петля времени заставляет его снова проснуться в автобусе и попытаться выйти. Ли наблюдает за ним, когда он пробует то, что она уже пыталась делать снова и снова, но все, конечно, оказывается безуспешно. В итоге Джао наконец сдается и слушает Ли, а она рассказывает ему о петле времени и выдвигает теорию, что причина, по которой он застрял здесь вместе с ней, заключается в том, что она вытащила его из автобуса вместе с собой в первый раз. Затем они придумывают план, как задержать автобус настолько, чтобы он не врезался. Поэтому они идут в переднюю часть автобуса и предупреждают водителя о приближающемся мотоциклисте. Это срабатывает, так как водитель слушает пассажиров и успевает затормозить как раз вовремя. Джао и Ли радуются, но когда они едут по мосту, Ли слышит телефонный звонок, а затем автобус внезапно взрывается, и они снова возвращаются в ту же петлю времени. Ли помнит телефонный звонок и считает, что в автобусе находится бомба, поэтому они с Джао используют единственную стратегию, которая работала раньше, и выходят из автобуса после того, как Ли утверждает, что Джао к ней приставал. Затем она звонит в полицию и сообщает, что в автобусе находится бомба. Ли и Джао идут к мосту и надеются, что полиция доберется туда вовремя, но автобус взрывается до того, как полиция оказывается на месте. Капитан Джан узнает о телефонном звонке в полицию и быстро отслеживает с помощью камер видеонаблюдения Ли и Джао, которые сразу становятся главными подозреваемыми. Ли и Джао изо всех сил пытаются выяснить, почему взрывается автобус. Двое выясняют, что каждый раз, когда происходит очередная перезагрузка реальности, они перемещаются на одну минуту назад во времени. Тем временем капитан Джан и его команда прибывают в парк и видят подозреваемых наверху башни. Ли предлагает соврать полиции, но Джао пытается убедить девушку сказать правду, так что даже если полиция им не поверит, они все равно не смогут предъявить им обвинения без каких-либо доказательств. Затем Ли и Джао доставляют в полицейский участок и помещают в разные комнаты для допросов. А начальница Ду поручает капитану Джану заняться Ли, в то время как детектив Чанг занимается Джао. Ли молчит на допросе, поскольку знает, что ей никто не поверит, в то время как Джао пытается все объяснить детективу Чангу. Но тот, конечно, не верит парню. Начальница Ду приказывает сделать тест на наркотики для подозреваемых, а также просматривает их файлы и узнает, что Джао разработчик игр, а Ли студент колледжа. Она также узнает, что они никогда раньше не встречались, что приводит ее в замешательство, ведь они вместе вышли из автобуса. И откуда они тогда узнали о бомбе? Капитану Джану наконец удается разговорить Ли, и она рассказывает ему все, включая последний раз, когда он ее допрашивал. В то время как Джао все еще безуспешно пытается доказать свою теорию о петле времени. Затем капитан Джан и детектив Чанг обмениваются подозреваемыми, чтобы попытаться заставить их дать показания друг на друга. Но это не дает никаких результатов, а тесты на наркотики также дают отрицательный результат, что еще больше запутывает полицию. Затем начальница Ду узнает, что в автобусе действительно была бомба. Но теория о петле времени все еще кажется ей лишь выдумкой. Тогда начальница сообщает Джао, что ему официально предъявлено обвинение во взрыве автобуса. Тем временем Ли засыпает на мгновение и внезапно просыпается внутри автобуса. Джао спит на плече у девушки, и она неловко пытается сдвинуть его с места, чтобы не разбудить. Парень тут же просыпается, и они обсуждают то, что узнали во время своего расследования. Они решают сказать пассажирам, что в автобусе бомба, но как только Ли кричит об этом, бомба немедленно взрывается, и все внутри погибают. Двое снова просыпаются на своих местах, но теперь они знают, что преступник находится внутри автобуса вместе с ними. Парень с девушкой начинают осматривать людей в автобусе, но никто из пассажиров не вызывает у них подозрений. Затем они понимают, что здесь не хватает одного человека, который всегда сидел сзади, в маске на лице и черной шляпе. Тогда они вдвоем выходят из автобуса на следующей остановке, а подозрительный мужчина заходит в этот момент внутрь. Ли сразу звонит в полицию и сообщает, что в автобусе заложена бомба. Джао прячется от камеры, а затем велит ей следовать за ним на расстоянии. И как только они добираются до парка, Джао сердито спрашивает спутницу, почему она позвонила в полицию и раскрыла себя, предварительно не обсудив это с ним. Тем временем полиция во главе с капитаном Джаном выставляет на дороге заграждение и останавливает проезжающий транспорт. После чего детектив Чанг с другими офицерами заходят в автобус, но когда они пытаются обыскать сумки людей, взрывается бомба. И на этот раз детектив Чанг также погибает. Ли и Джао с сожалением видят, что полиция также не смогла обезвредить бомбу. Ли говорит парню, что он может идти, пообещав, что она не расскажет о нем полиции. Затем она поднимает трубку, когда ей звонят из полиции и называет свое местонахождение. Джао издалека видит, как ее забирает полиция, и уходит, чтобы пойти на рабочую встречу. Но по дороге он чувствует себя виноватым за то, что он оставил ее, и решает продолжить расследование. Он открывает свой ноутбук и просматривает все новостные сообщения о взрывах. Тем временем в отношении Ли проводится расследование, и она снова все рассказывает полиции, но ей опять никто не верит. И она хочет поговорить с капитаном Джаном или детективом Чангом. Это удивляет полицию, поскольку она не должна была знать, что именно эти детективы будут заниматься ее делом. Начальница Ду также видит, как Джао выходит из автобуса вместе с ней, и приказывает своим людям найти его. Затем капитан Джан идет поговорить с Ли, но прежде чем он успевает что-либо сказать, у Ли звонит телефон. Тогда капитан Джан принимает вызов и включает громкую связь. Это звонит Джао, а Ли тут же кричит в трубку, что им давно пора расстаться. Джао все понимает и просит Ли срочно лечь спать. После этого сам Джао идет в аптеку, чтобы купить снотворное. Начальница Ду отправляет капитана Джана и еще пару полицейских, чтобы найти Джао. Для этого они отслеживают его телефон. В аптеке Джао не может купить снотворное, так как для этого требуется рецепт. Тогда фармацевт дает ему таблетки мелатонина, которые помогают ему заснуть. Купив в магазине немного алкоголя, Джао выпивает его вместе с таблеткой. Капитан Джан находит Джао полусонным и бормочущим что-то, тогда полицейские затаскивают его в свою машину. Но когда они едут в участок, парень засыпает и просыпается в автобусе вместе с Ли. Они извиняются друг перед другом за то, что в прошлый раз все так глупо получилось. И вскоре им приходит в голову идея забрать сумку у человека в маске. Сначала они пытаются инсценировать драку, чтобы отобрать сумку, но подозрительный пассажир отбивается от них. А затем автобус снова взрывается. Следом Джао видит, что подозрительный тип разговаривал по телефону, поэтому он обвиняет мужчину в том, что он тайно фотографировал Ли, а затем пытается выхватить его сумку. Однако у подозрительного мужчины начинается приступ астмы. Тогда Ли собирается достать из сумки необходимое лекарство, но в этот момент автобус снова взрывается. Тогда двое хотят помешать подозрительному парню сесть в автобус. Ли блокирует парня, а Джао хватает его сзади и не позволяет ему забраться внутрь. Затем им наконец удается заглянуть в его сумку. Но они находят внутри только кошку, которых запрещено перевозить в автобусе, из-за чего мужчина и не хотел показывать ее содержимое. Двое решают продолжить расследование. Они выясняют, что очередная перезагрузка происходит, когда они оба засыпают. Если засыпает только один, то ему приходится ждать, когда второй также погрузится в сон. Затем они видят новости о взрыве автобуса и решают собрать информацию о погибших людях. Неожиданно снова появляется мужчина в маске, который понял, что Ли и Джао намеренно спасли ему жизнь. Загадочный мужчина говорит, что у него есть важная информация и предлагает пройти с ним. Мужчина приводит пару в свою квартиру, где они соглашаются рассказать ему всю правду, уверенные, что им все равно нечего терять. Неожиданно мужчина полностью верит гостям и даже предлагает организовать секретную команду супергероев для спасения автобуса. Трое начинают изучать пассажиров и пытаются вспомнить кого-нибудь, кто вел себя подозрительно. Мужчина в маске вспоминает, что у одного из пассажиров был большой портфель, однако в этот момент мужчине звонит мама и просит его помочь. Он, наконец, называет свое настоящее имя Лу и обещает вернуться к команде чуть позже. Затем Ли и Джао снимают номер в отеле на ночь, где ищут в интернете информацию о пассажирах. Они обращают внимание на прямую трансляцию пожилого пассажира, который держит в руках сумку, полную арбузов, а зрители считают его жутким. Ли и Джао решают сосредоточить усилия на этом старике. Полиция также ищет виновных во взрыве. Увидев по камерам инцидент между тремя пассажирами, они вызывают Лу в участок. Следом полицейские звонят Ли и Джао и также приглашают их приехать в участок, и двое соглашаются, чтобы не вызывать подозрений. На допросе в полиции, Лу пытается соврать, что это было лишь небольшое недоразумение, но капитан Джан и детектив Чанг не верят парню, который путается в своих показаниях. Во флэшбеке торговцы арбузами по имени Ма освобождают из тюрьмы. Ма стал виновником автомобильной аварии, в которой погиб человек. Ма рад досрочному освобождению, вот только его бывшая жена совсем не рада этому и просит мужчину держаться подальше от их общего сына. В настоящем времени полиция допрашивает Ли и Джао по отдельности, и оба утверждают, что они увидели в автобусе подозрительную сумку у Ма. Капитан Джанг не верит подозреваемым, но отпускает Ли и решает повторно допросить Джао. Ли решает дождаться Джао в участке, и случайно слышит разговор бывшей жены Ма со своим сыном, которая тоже находится здесь. Сын считает, что взрыв – это, возможно, месть семьи человека, погибшего во время автомобильной аварии с участием Ма. Ли решает лично поговорить с сыном Ма, который уверен, что добрый отец приехал в город только чтобы навестить его. В этот момент в полицейский участок неожиданно врывается мама Лу с дневником сына в руках, в котором он подробно описал историю Ли и Джао о временной петле. Тогда полицейские решают еще раз допросить всех троих, но когда подозреваемые начинают рассказывать о временной петле, им, естественно, никто не верит. Когда время приближается к полуночи, Ли и Джао неожиданно снова просыпаются в автобусе и понимают, что они никак не смогут покинуть этот день сурка, даже если переживут взрыв бомбы, пока не решат какую-то важную проблему. Вскоре в автобус заходит Лу, и двое пытаются с ним заговорить, но он не узнает их, а значит Лу находится вне временной петли. Тогда парень с девушкой переключаются на Ма. Они инсценируют ссору, а Джао словно случайно наступает на арбузы и давит их, из-за чего расстроенный Ма толкает парня, но сразу извиняется. Ма достает арбузы, чтобы оценить ущерб, а Ли и Джао видят, что у него в сумке нет бомбы. Ли говорит Ма, что его сын сильно скучает по нему и очень ждет его. Расстроганный Ма разламывает арбуз и угощает всех пассажиров. Не успевают люди съесть угощение, как звонит телефон, и автобус снова взрывается. Ли и Джао вскоре приходят в себя и быстро выбирают следующую цель. В очередном флэшбеке за несколько дней до взрыва Дяо, один из пассажиров, ужинает со своими друзьями, а на следующий день, когда он возвращается домой, его сразу выселяют оттуда. Ли и Джао выбирают между Дяо с большим подозрительным чемоданом и Тао с пластиковым пакетом. Пара решает сначала осмотреть более доступный пластиковый пакет. Подойдя к Тао поближе, Ли просит у нее лист бумаги, но женщина резко отвечает, что у нее ничего нет. Заметив скороварку в пакете Тао, Ли спрашивает, зачем она женщине, на что Тао отвечает, что она собирается готовить мясо. На следующей остановке Ли и Джао решают сойти, и в этот момент Дяо открывает чемодан и дает девушке лист бумаги. А пара видит, что у мужчины в чемодане нет бомбы, только его личные вещи. Тогда Джао решает отобрать скороварку у Тао, тогда женщина неожиданно снимает с нее крышку и автобус взрывается. В следующих кадрах Тао и Дяо поднимаются по лестнице и вместе садятся в автобус. Ли и Джао сразу после этого просыпаются в автобусе, но на этот раз они не переносятся назад ни на минуту. Они, наконец, понимают, что Тао и есть настоящая преступница. На этот раз Джао пытается забрать скороварку, но Тао внезапно выхватывает нож и вонзает его парню в живот, а затем ударом ножа в шею убивает Ли. Женщина снимает крышку скороварки и автобус снова взрывается. Джао и Ли просыпаются, но после смерти от ножа они какое-то время еще не могут прийти в себя. Оба решают выйти на ближайшие остановки, однако за мгновение до этого Ли передумывает и нападает на Тао. Джао приходит девушке на помощь, выхватывает нож из руки Тао и убивает женщину ее ножом. Джао берет за руку Ли, и они вместе выходят из автобуса, когда на них смотрят испуганные очевидцы. После этого кто-то все равно снимает крышку скороварки и автобус взрывается. В очередном флэшбеке люди бегут к дому Тао, услышав взрыв. Появившийся Тао успокаивает соседей, заявив, что это была всего лишь плита, и они уходят. Полицейский Ду и Джан видят по записям с камер видеонаблюдения, как из автобуса выбегает Лу и Джао, а когда Джао смотрит им вслед, автобус взрывается. Детектив Чанг отправляется в предыдущий дом Джао, в то время как капитан Джан проверяет телефон Джао, чтобы найти его и Ли. Соседи рассказывают детективу Чангу о пожаре, который вспыхнул по соседству, и о том, как Джао сразу после этого побежал спасать Тао. Дверь в дом Тао оказывается закрыта, но детектив не успевает ее открыть, так как капитан Джан сообщает по телефону, что Ли и Джао находятся где-то поблизости. В это время Джао и Ли скрываются неподалеку. Парень чувствует себя ужасно, так как он только что убил человека. Ли пытается успокоить спутника, но он никак не может взять себя в руки. Джао предлагает девушке уйти, готовой взять всю вину на себя, но Ли отвечает, что они разберутся с этим вместе. Они выбрасывают свои телефоны и направляются в квартиру Лу, чтобы остаться там на ночь. Увидев, что рана от ножа на руке Джао начала гноиться, Ли надевает парик и яркий халат и идет за лекарствами в ближайшую аптеку. По дороге обратно Ли замечает на улице капитана Джана и осторожно прокрадывается мимо него, после чего говорит Джао, что им срочно нужно уходить. Полицейские вламываются в квартиру, где должны находиться подозреваемые, но двое уже прячутся на крыше здания неподалеку. Пара смотрит на планшете Лу несколько видеороликов и узнает, что жители считают Джао террористом. Тогда Джао просит спутницу подождать его и куда-то убегает. Семьи жертв взрыва приезжают в полицейский участок для допроса. Отец Лу утверждает, что его сын все еще жив, так как, судя по навигации, гаджет перемещается по городу. Тогда капитан Джан отправляется с группой полицейских для захвата подозреваемых. Ли и Джао приходят в дом его друга, который сразу пытается вызвать полицию. Тогда Джао обещает сам сдаться властям и уходит вместе с девушкой. Вскоре капитан Джан добирается до дома, где оказывается только планшет Лу. Джао и Ли на пляже уже не знают, что предпринять. Джао предлагает спутнице поспать, а он сам собирается сдаться полицией. Двое обнимаются, после чего девушка засыпает на руках парня. Затем мы видим Джао в тюремной одежде, наблюдающего за тем, как Ли пытается его разбудить, после чего он просыпается вместе с ней в автобусе и говорит, что сдался властям и заснул в полицейской машине, но ненадолго застрял в промежуточном состоянии и никак не мог проснуться. Двое снова оказываются в автобусе и собираются предупредить всех пассажиров и заставить их покинуть автобус, не вызывая подозрений у Тао. Они решают сначала рассказать правду пассажирам, а затем Джао должен забрать с собой водителя Вана. Парень с девушкой тайком показывают текстовым сообщением, что они полицейские, и просят срочно выйти всех из автобуса. Затем автобус останавливается, и люди пытаются выбежать, но это видит Тао, и вновь происходит взрыв. В очередной раз, возродившись, Джао и Ли просят Лу помочь им разобраться с Тао. Затем Ли подходит к Вану, тихо говорит ему, что у Тао бомба, и просит остановить автобус у моста, чтобы она могла выбросить взрывное устройство в реку. Когда автобус въезжает на мост, Джао удерживает Тао, а Ли и Лу хватают бомбу и велят водителю остановить автобус. Тогда Тао начинает громко кричать, называя Вана трусом, а значит водитель ее сообщнит. Ван смотрит на свои часы, говорит, что времени не осталось, после чего останавливает автобус посреди дороги, но отказывается открывать дверь. Джао разбивает окно автобуса и выходит наружу. Но когда Ли отдает ему бомбу, снова звонит телефон, и автобус тут же взрывается. Джао и Ли снова просыпаются, и Ли идет к Вану и прямо спрашивает его, почему он готов пойти на убийство. Но прежде чем девушка успевает получить ответ, автобус снова взрывается. Ли и Джао просыпаются и решают выйти из автобуса, так как взрыв предотвратить невозможно. Ли не понимает, как водитель Ван решился на такое страшное преступление. При этом в начале истории Ван намеренно выпустил Ли из автобуса, чтобы она не пострадала, и он показался ей добрым человеком. Увидев очередной взрыв автобуса, двое понимают, что если нет никаких помех, то взрыв происходит в одно и то же время. Тогда Джао и Ли едут на работу водителя Вана, и, представившись журналистами, просят рассказать менеджера о водителе. Ознакомившись с досье Вана, двое узнают, что он переехал в этот город после того, как его жена также решила сюда переехать. При этом сейчас водитель живет один, в общежитии своей компании. Затем они едут в общежитие, где встречают соседа Вана по комнате, и Джао врет, что он племянник Вана, и ему нужно забрать отсюда какую-то вещь. Очень доверчивый сосед по комнате просто впускает их внутрь. Затем Ли отвлекает мужчину вопросами, пока Джао осматривает комнату Вана. Ли просит соседа по комнате рассказать ей о Ване, поскольку ее парень Джао планирует познакомить ее с ним. Сосед отвечает, что Ван хороший парень, а вот у его жены Тао явно не все в порядке с головой. Ван переехал от нее подальше в общежитие, но Тао все равно постоянно звонит ему по ночам и беспокоит его. Джао находит только сломанный телефон в комнате Вана, после чего двое уходят. Пара идет в полицию, надеясь получить там хоть какую-то информацию. В участке они встречаются с начальницей Ду, капитаном Джаном и офицером Йи, чтобы рассказать им о Тао. Двое врут, что они вышли из автобуса, так как Тао что-то бормотало о взрыве, а единственный человек, с которым она разговаривала, был Ван. Полиция начинает подозревать, что двое что-то знают, и решают показать им фотографии жертв. Неожиданно у офицера Йи начинает звонить телефон, рингтон которого в точности совпадает с рингтоном телефона, который звучал перед взрывом. Офицер Йи сразу выходит на улицу, чтобы поговорить, а капитан Джан замечает, как внезапно сильно побледнела Ли, и начинает еще больше подозревать пару. После этого начальница Ду и капитан Джан смотрят запись того, как Джао и Ли заходят в офис автобусной компании. И они также узнают, что двое ходили в общежитие к Вану. Это наводит одного из офицеров на мысль, что Джао и Ли пытались уничтожить улики, но Джан не хочет торопиться с выводами. Затем он идет к Джао и Ли, конфискует всю их электронику, в том числе сломанный телефон Вана. Джан рассказывает им, что у Вана и Тао была дочь, которая умерла пять лет назад. И добавляет, что девушка погибла в один час сорок пять минут на том же мосту. Дочь Вана вышла из автобуса номер сорок пять посреди дороги, ее сбила другая машина, и она погибла. Но никто не знает, почему автобус остановился прямо посреди дороги, и почему она вышла из него. А полиция закрыла свое расследование, так и не выяснив причину. Джао и Ли теперь знают мотив, но это все равно не помогает им предотвратить взрыв. Затем Ли спрашивает капитана Джана, чтобы сделала полиция, если бы они за несколько минут до взрыва узнали, что в автобусе заложена бомба. Капитан отвечает, что полиция тут же выехала бы на место, но не факт, что им хватило бы времени, чтобы предотвратить взрыв. Джао просит капитана Джана дать ему свой номер телефона. Вскоре двое снова просыпаются в автобусе, и Джао каждый раз требуется все больше времени, чтобы проснуться. И на этот раз у него из носа идет кровь, но сейчас это не самая главная проблема. Ни секунды не медля Джао фотографирует Тао со спины и отправляет снимок на телефон капитана Джана, рассказывая ему о взрыве. А затем Ли вновь кричит, что Джао пристает к ней и умудряется заставить водителя вана остановить автобус. Джао громко кричит, что он потерял флешку и начинает в панике обыскивать автобус. Это ненадолго отвлекает водителя, который смотрит на часы и сразу снова возвращается на маршрут. Полицейские в гражданской одежде уже ждут автобус на остановке. Но Ван понимает, что он опаздывает и просто проезжает мимо них. Полицейские начинают погоню и перегораживают дорогу на мосту. Ли и Джан рассказывают пассажирам о бомбе и все вместе удерживают Тао, а Ли умоляет водителя остановить автобус. Ван кричит, что смерть его дочери никого не волнует и говорит, что очень скоро он снова встретится с ней. Ван добирается до моста, но полиции удается остановить автобус с помощью своих машин. Джао видит, что осталось всего несколько секунд до того, как бомба взорвется автоматически. Тогда он разбивает окно и отдает ее Джану, а капитан тут же отбрасывает ее в сторону, после чего происходит мощный взрыв. В очередном флешбеке проходит некоторое время после гибели дочери Вана. Ван и Тао садятся в автобус номер 45, где Тао спрашивает молодую женщину, не приставал ли к ней кто-нибудь. Затем Вана и Тао вызывают в полицию, так как после смерти дочери они постоянно беспокоят окружающих людей, пытаясь самостоятельно провести расследование ее гибели. В настоящем времени после взрыва бомбы капитана Джана в критическом состоянии отвозят в больницу. Джао также увозят в больницу с сильным порезом на руке. Ли уверена, что в следующий раз они смогут сделать все еще лучше, но Джао беспокоится, что следующего раза может просто не быть. В палату заходит детектив Чанг, который только что узнал о смерти своего друга, капитана Джана. Раздосадованный детектив не понимает, откуда Джао узнал о бомбе и где он взял номер телефона капитана Джана. И громко кричит на пару, так что другим полицейским приходится вывести коллегу в коридор. Полиция начинает по раздельности допрашивать Вана и Тао. Ван говорит, что они пошли на ужасное преступление, потому что никто не хотел выяснять реальную причину смерти их дочери. И многие утверждали, что она погибла только из-за собственной глупости. В другом флэшбеке пятилетней давности Ван забывает в грузовике на работе свой телефон, а дочь никак не может до него дозвониться. Затем, спустя несколько месяцев, мы видим Вана и Тао в полицейском участке, где офицер говорит паре, что наиболее вероятная причина, по которой их дочь так сильно хотела выйти из автобуса, заключалась в том, что она просто пропустила свою остановку. Но Тао не верит в это и просит полицию продолжить расследование. Затем мы видим Тао в ванной, когда она подслушивает разговор о том, что к ее дочери приставал мужчина в автобусе. После чего она бросается в соседнюю комнату, но там никого не оказывается. Еще через несколько дней Ван и Тао идут по мосту. И Ван говорит жене, что в той комнате никого не было и что ей просто показалось, что эти двое за стеной разговаривают. В итоге Ван наконец соглашается поставить свою подпись в расследовании смерти дочери, хотя он и не верит в выводы полицейских. Тао медленно сходит с ума и каждый день обвиняет мужа в смерти дочери. Через некоторое время оба переезжают в соседний город, где Ван устраивается на работу водителем автобуса номер 45, а Тао пытается создать бомбу. Через несколько месяцев после небольшого взрыва Ван спешит домой к Тао, которая заявляет, что она наконец создала бомбу, и предлагает мужу присоединиться к ней или продолжить свое унылое существование. В настоящем времени Джао и Ли все еще гадают, замкнулась ли на конец петля времени после взрыва бомбы. Ли считает, что им нужно выяснить настоящую причину смерти дочери Вана и решают встретиться с ее учительницей. Учительница Ву соглашается встретиться с парой, но говорит, что она мало что знает о смерти своей ученицы. В этот момент внезапно появляется детектив Чанг, который решает возобновить расследование и просит учительницу дать доступ к школьному форуму в тот период, когда погибла девушка. Группа внимательно просматривает записи форума и вскоре находит один пост, в котором пишут, что в том злополучном автобусе был преступник, который приставал к женщинам. Детектив быстро устанавливает, что автором поста была женщина по имени Ли Ю. Группа идет к ней и рассказывает Ли Ю о случившейся трагедии с автобусом. Сначала Ли Ю все отрицает, но затем все же признается, что в автобусе в тот день был преступник, который приставал к нескольким женщинам, в том числе к ней. Оказывается, Ли Ю даже удалось в тот день сфотографировать злодея. В очередном флэшбеке пятилетней давности Ли Ю сидит в автобусе и делает селфи. Затем она замечает мужчину средних лет, который пристает к дочери Вана. Ли Ю фотографирует мужчину, но он замечает это и злобно смотрит на девушку. Испуганная Ли Ю выбегает из автобуса и сразу звонит своей маме, которая велит дочери не рассказывать никому о злодеи, так как он может найти ее и отомстить. Ночью Ли Ю заходит на школьные форумы, пишет причину, из-за которой на самом деле погибла ученица их школы и обещает загрузить фотографию злодея. Другие пользователи не только начинают требовать доказательств, но и обвиняют Ли Ю в том, что она сразу ничего не сделала, а значит она стала соучастницей преступления. Это сильно беспокоит Ли Ю, и она передумывает загружать фотографию. В настоящем времени Ли Ю наконец показывает фотографию злодея детектива Чангу. Ли возвращается в палату Джао, и они вместе думают, как остановить взрыв в очередной петле времени. Ли боится, что завтра они просто проснутся и забудут друг о друге, но Джао уверен, что он никогда не забудет девушку, и затем они наконец целуются. Джао и Ли снова возвращаются в автобус, но просыпается только Ли. Она пытается разбудить Джао, но он спит слишком крепко, так что девушке приходится действовать в одиночку. Сначала она пишет капитану Чангу сообщение о бомбе, затем рассказывает Дяо и Лу о бомбе и просит ей помочь. Тем временем капитан Чанг и его команда следуют за автобусом и одновременно блокируют мост. В нужный момент Дяо и Лу отбирают нож у Тао и не дают ей активировать бомбу. Увидев это, водитель нажимает на газ, но на мосту он врезается в полицейские машины. Ванг бросается к бомбе и собирается ее взорвать. Тогда Ли показывает водителю фотографию злодея, из-за которого погибла его дочь, а появившийся следом капитан Чанг обещает провести тщательное расследование ее гибели. Ван наконец отдает бомбу, когда до взрыва остаются считанные секунды. Капитан Чанг бросает бомбу с моста, и она взрывается в воде. Ванг и Тао арестовывает полиция, и они видят, как их дочь улыбается им. Позже в полицейском участке Ли и Чао не могут объяснить, откуда они узнали о бомбе, но капитан Чанг просто благодарит их за помощь и отпускает домой. Все пассажиры автобуса номер 45 возвращаются к своим семьям и с радостью обнимают родных и близких. А злодея, который приставал к дочери Вана, отправляют в тюрьму, где его уже с нетерпением ждет сам Ван. Чао и Ли возлагают цветы на могилу дочери Вана. И на этом история заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok